Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хыван, я вас приветствую на канале Процветок. Сентябрь – отличное время для тихой охоты, для сбора грибов. Это прекрасное времяпрепровождение, которое можно обратить еще в дополнительную пользу. Не только с целью собрать вкусную лесную продукцию, но и также значительно улучшить состояние наших растений в огороде, в саду и увеличить и плодородие почвы, и побороть некоторые инфекции. Мой рассказ будет в унисон к вопросу, который мне в последнее время довольно часто задают, а можно ли выбрасывать грибные обрезки в огород, и если грибы растут в огороде, опасно это или не опасно. Ну, первое, о чем я вам хочу сказать, что если вы какие-то поганки, там не поганки, за исключением некоторых видов вопенка, которые паразитируют на живых плодовых деревьях. Если вы их видите у себя в огороде, это означает, что, скорее всего, вы большие любители мульчи, используете много растительных остатков, опилок, соломы, травы, там всего остального на своем огороде, а грибы многие, шампиньоны там, не шампиньоны, поганки, очень-очень любят там расти. Поэтому наличие грибов у вас на участке, на ваших грядках, и фотографии такие присылают, и веселку, и там, ну, каких только грибов не присылают. Все это совершенно не опасно. Второй вопрос, который, ну, поэтому задают, это можно ли бросать обрезки грибов, вот после очистки грибов. Иногда же люди собирают сейчас грибной год, 2020 очень грибной год, ну, по крайней мере, у нас в Беларуси. Они собирают огромное количество этих грибов, куда их девать, ну, вот эти обрезки, можно ли их выкинуть в огород? Кто-то говорит, можно, кто-то нельзя, я даю, так сказать, вам информацию. Выбрасывать их в огород не только можно, но и нужно. Сейчас объясню, почему. Вот я ходил в лес для того, чтобы собрать исходный материал для засева грибов у себя в огороде под елочками, под березками, такой уголочек есть, я думаю, у многих, где какая-то березка, елочка, сосенка, даже декоративные, когда они растут. Они являются хорошими хозяевами для съедобных грибов, для боровиков, лисичек, подосинников, под березок и многих других. Поэтому мне, конечно, было интересно их заселить у себя на участок. Но параллельно с этими грибами хорошими я набрал всякой шевроди, слушайте, всякой ерунды, всяких грибов всех подряд. Трухлявых, червивых, не червивых, таких всяких, всех подряд. Почему? Да потому что грибы являются уникальнейшим источником азота для нашего огорода, органического азота. Органический азот это, конечно, рога и копыта, это, естественно, какие-то отходы животноводства, если говорить об органических каких-то удобрениях. Это в некоторой степени в очень небольшой компосты. Вот они источники азота. Но грибы преимущественно состоят из белка. И это дает нам отличный шанс подкормить наши растения, обогатить наши растения азотом. С учетом того, что этот азот не разложится при таких температурах, как теперь, ну уже низких достаточно, до весны он разлагаться не будет. Он не создаст никакой проблемы в части азотного раннего питания для наших растений. В то же время это будет замечательной ранней азотной подкормкой для таких растений, как, ну начну с декоративных, флоксы. Они очень чувствительны и хорошо реагируют на обильный азот по весне. Это, конечно же, чеснок обязательно. Ну и многие другие растения. Так вот, конечно, не надо фанатично мешками из леса выносить эти грибы. Но небольшое количество, 3-4 килограмма, если измельчить, вот меленько, сырых грибов, 3-4 килограмма, меленько-меленько измельчить, и на 30-40 литров воды выболтать, и потом вот этим кусочками грибов с водой разлить по участку равномерно, примерно, там 10 литров на 2-3 квадратных метра, то это будет прекрасная-прекрасная затравочка азотная для наших растений. Вы можете бросать эти грибы просто в пустые грядки, вы можете заносить эти грибы, ну, практически в неограниченном количестве, но без фанатизма, товарищи, без фанатизма. Там, ну, на квадратный метр буквально, там, ну, не больше десятка среднего размера вот плодовых тел грибочка. Вот у меня тут и курочки какие-то, и поганочки, и все на свете, неважно какие грибы, любые. Это первое. Зачем нужны грибы из леса для подкормки? Я вам еще обязательно скажу, в какой фазе лучше всего грибы собирать для этого. Второе, очень важное, второй компонент, из которого состоят грибы, это, конечно же, хитин. И вы должны помнить, что грибы, вот эти плодовые тела грибов, являются прекрасной подкормкой триходермы, которую мы вносили весной, которую мы вносили летом, и которая без должного питания просто может загнуться. И нам надо вносить, вносить, вносить. Так вот, грибы могут подкормить еще и триходерму, причем те самые виды, которые борются с грибными инфекциями, то есть целево с грибными инфекциями побороться. Это очень-очень важно. В той же дозе, точно так же, когда вы, да вы можете не заморачиваться с водой даже совершенно, вы просто можете куски грибов разбрасывать у себя на огороде, и в каком бы количестве вы их ни внесли, это в любом случае хорошо. В любом случае хорошо. Ну, а если у вас на огороде вырастет какой-нибудь боровичок или лисички, ну, так мне кажется, что это даже и неплохо, хотя, конечно, без деревьев они не вырастут, но это я уже так немножко утрирую. Но в любом случае вы должны помнить, что никакого вреда, а только польза будет для вашего огорода. Собирая грибы, я уже даже заметил на них зарождение триходермы. То есть это та же самая история, что с туртовиками, да, только вот теперь в это грибное время вы можете эти грибы собирать, параллельно приносить хоть кошами, хоть мешками. Но надо, конечно, помнить и о живой, дикой природе. Грибы являются питанием для многих организмов, там, лоси, всевозможные животные поедают грибы. Грибы являются такой обязательной частью экосистемы лесной, поэтому лучше всего их собирать уже в таком полутрухлявом виде, когда они полностью созрели. Это означает, что, а, их уже никто не съел, б, свои споры они уже рассеяли по лесу. И вот эти взрослые грибы, которые вы точно никогда не будете есть, ни товарные, ни красивые, надо приносить на участок. Никакого вреда, одна только польза. Что ж, вперед за тихой охотой. Польза всеобъемлющая. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч.